Сегодня по улице Ощепково я шла к знакомым и услышала, что пилят деревья. Так как я очень активно стараюсь защищать зеленые насаждения, то я подошла к руководству, которое управляет этим спилом, и спросила, попросила документы, и спросила, на каком основании они пилят деревья. На что услышала ответ, ну, мягко говоря, меня послали, и сказали, иди отсюда, и не лезь вообще, не суй нос, не в свои дела. Тогда я достала телефон и начала снимать это все на видео, все, что он говорил. И он начал выбивать у меня из рук камеру, вот, а потом начал мне угрожать. Начал на меня замахиваться и лезть в драку. И пока я не начала кричать, люди, помогите, то только когда люди вышли, он успокоился и перестал вообще на меня лезть. Потом они собирались пилить дерево, последнее из четырех. И я встала и сказала, дерево вы пилить не будете. И тогда один из работников, который был с пилой, рабочий, подошел ко мне и сказал, я спилю тебя вместе с деревом. И это реальная, реальная угроза была в моей жизни. Поэтому мне пришлось вызвать милицию, я написала заявление. И, к сожалению, милиция, которая принимала мое заявление, просто за ручку поздоровалась с этим начальником пильщиков. Те сказали, что мы же все в порядке, все делаем как положено. А тот говорит, да, у вас все в порядке. И уехали. И так как я вижу, что милиция там ничего не делала, Фрунзенского района, то мне пришлось вызвать своих друзей, чтобы они защитили меня, потому что была реально угроза моей жизни. Потому что они мне угрожали и говорили, что ты здесь больше ходить не будешь, и мы тебя подкараулем, и побьем, убьем. Я не знаю, что они там пытаются делать. Поэтому приехали ребята, и просто тоже подошли с таким же вопросом, как и я. На что получили такой же ответ. И когда они просто начали с пилами уже на ребят идти, то пришлось просто забрать у них пилы. Потому что ребята, потому что там люди были просто наркоманской наружности. И те пилы, которые они в руках держали, они были просто опасны в их руках, потому что они могли порезать всех, кто был рядом. Поэтому ребята забрали пилы, отвезли в городское управление милиции. Официально мы там их зарегистрировали. Их приняли как вещественное доказательство. И только во время суда будет решено, что с этими пилами делать и с этими ребятами, которые это все сделали, пильщиками. Первый раз такое. Всегда предъявляли документы, пусть липовые, пусть еще какие-то. Но так нагло, просто как зэки. Пришли и варварски начали пилить деревья, угрожать, бить. Такого никогда не было. Это первый раз. Я хочу обратиться ко всем жителям города. Просто не быть равнодушными. Потому что у нас в городе орудует банда преступников. Они себя вели совершенно безнаказанно. И они говорили, что... Они нас угрожали и говорили, что они работают в горсовете. Поэтому они себя чувствуют совершенно комфортно и безнаказанно. Если бы они даже убили меня, то они считали, что они бы все равно за это ничего не было. Потому что их бы все равно отмазали. Их крыша. Из-за сегодняшней ситуации налажены связи. Поэтому я думаю, что можно будет подключить и волонтеров города, и ребят с зоны АТО, которые сегодня нам помогали с пилами. И я думаю, что можно будет с ними связаться, и они помогут. Защитить город вместе. Защитить город вместе, да. Редактор субтитров А.Семкин